И он равняется на своего деда, и он рассказывает о том, как его дед поступил. Точно так же, как в Бхагавадгите Кришна Арджуни постоянно напоминает о чистом преданном служении, называя Кришну «О потомок Бхараты», «О потомок Притхи», он говорит. «О сын Кунти», поскольку все перечисленные личности отвергли карму, гьяну и йогу и совершали Кришне чистое преданное служение. Они отвергли эти все мотивировки, даже тогда, когда им предлагал Кришна. Говорится, что между милостью и немилостью Кришны нет разницы. И когда Кришна что-то дает, надо брать, отказываться, это даже немножко как бы оскорбительно. И с другой стороны, мы видим, как чистые преданные отказывались. Но они не просто отказывались, они говорили, а нельзя ли вот это лучше? Они говорили, а нельзя ли вот это лучше? И Кришна был доволен им. Почему Кришна был доволен? Он был доволен их смирением. Это смиренные просьбы. Они не хотели даже прямых отношений с Кришной, то есть непосредственных. Они хотели служить слуге-слуги Кришны. И здесь Шрил Пархупада упоминает этот стих, который говорит сам Господь Чайтанья. «Гопи-бхартур падакамлайор даша-даша-ану-даша-га». Я нижайший и смиренный слуга, слуги-слуги-слуги и всех остальных слуг Гопи-вриндауна. Что мы даже не слуги Кришны, мы слуги Его слуг. Поэтому Кришна также, мы вчера это с вами обсуждали, когда в Падмапуране Кришна говорит, что тот, кто думает, что он мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Вот тот мой слуга. Итак, это очень важная часть духовной жизни. И практически по этим признакам, Пархупада говорит, определяется чистота в преданном служении. Когда мы нечисты, мы непосредственно хотим находиться рядом с авторитетом, непосредственно с гуру отношения развивать, непосредственно напрямую развивать отношения с каким-то лидером. Но мы не склонны подчиняться тем людям, которые находятся в более близких отношениях с ними, которые находятся на какой-то определенной ступени. Мы даже не замечаем, что кто-то может быть более продвинутым, и поэтому он находится более в близком окружении данной личности, в окружении духовного учителя, в окружении, так сказать, какого-то лидера и так далее. И мы игнорируем их, поскольку мы считаем, что они такие же, как мы. Даже иногда мы считаем, что они что? Хуже нас. Хуже нас. И мы, так сказать, пытаемся непосредственно построить взаимоотношения. Очень часто можно видеть, как преданные непосредственно хотят общаться с духовными учителями. Так, непосредственно. И они игнорируют все промежуточные положения. Все промежуточные положения. Точно так же и Кришна, ему не нравится, когда живое существо пытается культивировать какое-то такое странное настроение. Я и Кришна. Нет. Поэтому Кришна сразу говорит, что это не смирение. Это эгоизм. Это фамильярность. И поэтому Кришна сказал, что только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Господь Чайтанья стал объяснять это положение. Слуга, слуги. Смиренный. Смиренный. Он не проявляет смирение господину, а слуге, так сказать, так, по небратству. Нет. Он относится к слуге с таким почтением. Он смиренный слуга, слуги, слуги остальных слуг Гопи Вриндавана. Потому что самые ближайшие слуги Кришны кто? Гопи. Гопи. Есть история, как одна из жен Кришны, когда он стал Дваракадиши, царем, и женился на 16 108 жен. Там была у него жена такая, очень близко стояла с Кришной. Сатья Баума. Одна из самых близких. Рукмини и Сатья Баума вместе. Это две самые, так сказать, любимые, как бы, ближайшие супруги были Кришны. И Сатья Баума как-то стала Утхави в критическом умонастроении говорить о Гопи. Потому что Кришна, когда он спал каждую ночь, когда он спал с какой-нибудь из жен, или с несколькими, Богу можно это. Так что мы не должны завидовать. Когда он спал, то он подскакивал во сне, или во сне, в таком сонном состоянии, во сне. Он выкрикивал имена Гопи. «О, Лолита! Ты где, Лолита?» Или он кричал «О, Вишаки! Где ты, моя дорогая Вишаки?» «Подожди, подожди, иди сюда, Вишаки! Не уходи!» Или он говорил «Радха, Радха! Ну почему ты на меня обижаешься? Да мне никто, мне все другие Гопи не нужны. Только-только ты одна мне нужна!» И он каждую ночь это выкрикивал. И представляете, вот вы, вот женщина, ваш муж, кстати, рядом с вами спит. И он, вы, допустим, Дуня, а он начинает кричать, так сказать, там «Авдотя!» Ты так куда выкрикивал? Я Дуня, а какая разница? Все равно здорово. Как в анекдоте. Как хорошо Клава. Он говорит «Я не Клава, но все равно хорошо». Естественно, это очень сильно беспокоило женщин. То есть его жен, потому что они были официальные жены, патч в партии была, печать, все, так сказать, расписанные, да, свадьба с лебедями, там, наверху, с кольцами, карета, так сказать, все, все дела. Представляете, 16 108 жен. Вот это была вечеруха знатная. И вот эта Сатья Баума, она не выдержала, и она стала критиковать. И она стала критиковать не Кришну. Да не надо спать, все нормально, уже все выспались, уже все хорошо. Уже солнце встало, все в порядке. Не надо медитировать на сон. Лая – это одно из препятствий в преданном служении, во время Шравана, Киртана, Вишнова. И так она стала критиковать Утхову. И Утхова он заткнул уши сразу. Он говорит «Ты о чем говоришь?» Я говорю «Да кто они такие, какие-то деревенские девки? Кто они такие, пастушки, доярки?» На нашем языке мы не говорим никогда «пастушки». Вы слышали, что в деревне какие-то пастушки были? Мы говорим «Кто они такие?» Их называют, это перевод. Для русских надо было перевести «Кто они были?» Доярки. Что за пастушки такие? Жены пастушков, что ли? Это пастушки? Нет, они были доярки. Они собирали навоз и доели коров. Они их не пасли. Они были женами пастухов. Ну, это пастушки, их так называют. Но они не пасли никого. В русском варианте, литературном, даже такого понятия-то пастушки нет. Да? Пастухи есть. А пастушка, ну, свинарка и пастух, может быть, есть такое. Фильм даже такой был. Какой-то там, 30 какого-то года. 30-0. И так они были простые доярки. Представляете, вот сейчас бы вам было. Мужчинам сказать. Вот доярка такая, давай, так сказать. Набери себе 9 доярок, так сказать, и с ними дружи. Мы бы посчитали, что мы такие продвинутые. Нам пространства жизненного не хватает. Мы очень умные такие. Всякие такие темы разводим. Как же там с какими-то доярками общаться? И она стала критиковать. Она стала говорить, эти доярки, эти пастушки, деревенские, деревня и так далее. Они, так сказать, такие-сякие. Так сказать, у них никакой культуры. Они не знают этики. Они не умеют себя вести правильно. И так, и пошла, поехала, пошла. И ее понесло. Ну, знаете, женщина всегда несет. Может быть, у нее даже была критическая ситуация, может быть, была у нее в этот момент. Никто не знает. Ну, что-то ее понесло, в общем. И Утхова заткнул уши и побежал сразу к Кришне жаловаться. Потому что иначе вы становитесь частью оскорбления. Он знал, что гопи самые великие предны. Он знал это. Он всегда поклонялся гопи. И он прибежал к Кришне и сказал, там твоя жена, Сатья Баума, она критикует гопи. Говорит, что они там тупые, доярки, так сказать, то-то все, пятое, десятое. Короче, даже не знает, что такое корпускулярно-волновая теория распространения света. Сельские девчонки простые. И стал рассказывать, что Кришна, он вне себя был. Он разгневался. И он сразу решительно пошел туда, в Матаджиашвам. И он там пришел и сказал, где эта глупая дочь своего глупого отца? Он и отца туда сразу. Потому что отец виноват. Раз она такая дура, значит отец. И он практически, он ее обозвал дурой. В одной из лекций, в моей пуре я слышал это, что практически, говорится, Кришна назвал ее дурой. Это мы там говорим, он сказал. Где я там глупая? Но он сказал, где эта дура? Дочь этого дурака. И она прибежала. И она сразу, ну вы знаете, да? Сразу лицо-то естественно такое. Что за ботва? Что случилось? Что случилось? Ты что? Кришна. И Кришна сказал ей. Иди сюда. Я тебя бить не буду. Сегодня. Но Кришна обычно не бьет их. Подозвался Дябаму и сказал. Ах ты дура. Дочь своего, так сказать, дурного отца. Я на вас на всех женился только лишь потому, что вы мне слегка напомнили о моей копии. Это была единственная причина, по которой я женился на всех на вас. Поэтому вы должны быть благодарны и молить о милости, чтобы хоть как-то напоминать мне их. Тогда вы будете рядом со мной. Если каждый из вас будет мне хоть как-то напоминать гопи, только это будет причиной того, что я буду рядом с вами. Если я хоть раз еще услышу, что кто-то из вас критикует моих гопи, то в этот же день я покину вас навсегда. И она так испугалась. И Кришна сказал. Иди и расскажи это всем. Кстати, Баумана пришла в Матаджи Ашу, в Гарем. И она говорит, вот что случилось-то, елки. Все Матаджи собрались. Что там, что, что? Что там случилось? Что случилось? Она говорит, вот такая загогулина. Кришна, так сказать, говорит, что мы ему слегка напоминаем гопи. И только поэтому он с нами вообще общается. И чем мы сильнее напоминаем ему гопи, тем у нас лучше отношение с ним. И что не только критиковать, а мы должны способствовать тому, чтобы он помнил о гопи. И это сделает нас еще более близкими к Кришне. Таким образом, очень удивительное положение в духовной жизни. Материалист, говорится, он всегда стремится к непосредственному общению. Это материальное состояние сознания. Он всегда сам хочет. Но духовная жизнь построена на том, как хочет господин. И в первую очередь, это ложное эго, которое является препятствием. Гордость, которая простекает даже из истинного эго. Даже истинное эго может проявить гордость. Не только ложное эго. Бывает трансцендентальная гордость. Как Шримати Радхарани, она немножко возгордилась, когда Кришна стал только с ней с одной танцевать. Она подумала, вот, всем экспансии, а мне Кришна. Так что давайте, пляшите с экспансиями. А я-то непосредственно с источником экспансии танцую. То есть Кришна-то мне достался, а вам, так сказать, вот эти муляж. Изображения вам. Вам достались изображения, не отличные от моего Кришны. Кришна-то со мной. Она стала так думать. И Кришна, он знает, что думает Шримати Радхарани. И вы помните, он ее проучил. Он посадил ее к себе на шею, подошел к самому большому дереву, стал немножко выше ростом. И говорит, возьмись вот за ту ветку. Она говорит, зачем? Ну, возьмись. Она взялась. Он второй рукой возьмись. Она взялась. И он под нее. И она повисла. И как вниз смотреть, начала и думать, ну, если сейчас упаду, точно все. Сломаю себе хрящик. Очень высоко было. Она держалась за ветку. Она боялась даже отпуститься. Так высоко было. И Кришна спокойно, улыбаясь, развернулся и ушел. Она сначала думала, это шутка. Она потом, думаю, где-то спрятался там в кустах Кришна. Она говорит, ну, ладно, хватит. Я уже не могу висеть. Ну, там никаких. Она сказала, ну, Кришна, я же упаду. Мы тоже так иногда. Типа, ну, они узнают. Мы сейчас как упадем, будет знать. Сейчас мы как начнем, то, кстати, дурковать. Их накажет Кришна за то, что они, так сказать, нас оставили в таком висячем положении. Нет. Нас оставляют в висячем положении, потому что мы гордыми становимся. Никто не будет с нами общаться даже. Просто мы будем висеть. И нам будет очень трудно висеть. Мы схватились за эту ветку преданного служения. Но балы, силы. Висеть вот так вот. И еще лезть вверх, продвигаться. Нету. И она повисла, и пальцы уже начали разжиматься. Никто не поддерживает ее. И пальцы. И она говорит, Кришна, она стала кричать. Ну, хватит, это уже не смешно. Я же сейчас упаду. И что-нибудь. Сломаю себе. Ну, а ничего. Кришна там где-то в кустах засел и хохочет, и гогочит над ней. Думает, пусть упадет. Ничего. Полезно. Она висела, висела. Пальчики сползали, сползали. Она уже вообще вот на этих, на первых фалангах. И когда она на первых фалангах, она говорит, все, падаю. Предупреждает, так сказать. Все, падаю. И про себя думает, вот. Как это? Ну, ты хам. Она подумала. И в этот момент пальчики соскользнули. И она так бухнулась об землю. Бедная женщина. Просто. Представляете, Кришна, что творит? Как она об землю стукнулась. Аж эхо разлетелось. И она встала, все, болит. И она думает, ну я сейчас. Ему так сказать. Вот сейчас кто-то огребет. И она пошла искать Кришну. Чтобы высказать ему все, так сказать, свои комплименты, так сказать, все. Пожелать ему доброго здоровья. И так Кришна, он даже близких таких преданных, то есть, которые непосредственно находятся рядом с ним в общении, непосредственно общаются с Кришной ежедневно. Даже их он проучивает за какую-то гордость. Даже их заставляет служить тем, кому бы он хотел, чтобы служили. Он иногда говорит Радхе, иди помоги моей матери. Тогда я буду доволен. Я могу с тобой пойти. Он сказал, нет. Ты остаешься и полностью погружаешься в служение моей маме. И Кришна на самом деле был очень доволен, когда Радха служила маме и Нанди Махараджи. Он был ей более чем доволен. Поэтому мы можем найти даже такие ощущения здесь, в материальном мире. Есть одна из книг, которая написана, где сравнительные качества и сравнительные отношения в духовном мире и в материальном. Как эти отношения в духовном мире, трансформируясь, приходят в материальный мир. Почему у нас есть такое чувство у мужчин? Если, допустим, какая-то наша жена, допустим, или любимая женщина хорошо относится к нашей матери, к матери мужа, то муж так доволен. Если жена почитает его родителей, так вообще никогда не критикует, только наоборот, всегда даже прославляет. Говорится, мужчина будет очень доволен. Это принесет ему такое удовлетворение, что его любовь и привязанность к такой женщине возрастает в сотню раз. Но если женщина хоть раз где-то, по своей тупости, где-то ляпнет что-то, что про свою свекровь, женщина, мужчина свою, так сказать, тещу может как угодно. Это в шастры говорится. Но если женщина позволит себе хоть раз, хоть что-то сказать о каком-то недостатке, о каком-то недостоинстве матери мужа, то у мужа сразу начинает пропадать к ней интерес. И этот интерес, вы помните, выражается в том, что он не хочет ее обнимать, у него какое-то настроение пропадает, с ней вообще общаться. Это происходит автоматически, он даже не может это контролировать. Такой тонкий вид неудовлетворенности появляется в сердце, тонкий вид обиды у мужчины. И поэтому в шастре говорится, что женщина, если она хочет добиться успеха и любви от своего мужа, она никогда ни в коем случае не должна даже слово обронить. Даже если это так, указать на то, что это так, она должна полностью не замечать недостатков своей свекрови. И более того, говорится, даже если она нейтрально относится к ней, это не удовлетворяет мужчину. Даже если она нейтрально относится. То есть никогда не прославляет и никогда что? Не критикует. Мужчине будет это не нравиться. То есть такое как бы безразличие. Но сердце мужчины настолько сразу привязывается к женщине, если она прославляет родителей своего мужа, отца и мать. Более того, говорится, мужчине становится она дорога навсегда, если она прославляет и служит его родителям. Прославляет и служит. То есть становится настолько близкой, так прославляет и служит, что даже сам муж так не прославляет и не любит, ну как бы не почитает. Но если его жена так делает, то мужчина полностью привязывается к такой женщине. Он становится обязанным ей. Он говорит, как Арджуна говорил про Драупаде, он говорил, я чувствую себя в долгу. Или как Драупаде говорила Сатябауме, когда она спросила ее, это в Махабхарате, помните, я зачитывал в Махабхарате эту историю. Когда Сатябаума пришла к Драупаде и спросила, в чем твой секрет, почему все твои пять пандавов полностью тебе повинуются? Я никогда не видела, чтобы мужья так слушали женщин. Они что, подкаблучники все? Она спросила. И Драупаде она так заулыбалась и сказала, ну да, подкаблучники. Ты шутишь? Мужья такие великие личности. Она говорит, ну со стороны прямо смотришь, а они прямо соскакивают и на перегонки, кто что тебе сделает хорош, что поднесет, как-то тебя там защитит, что-то тебе скажет. Вот они цветы бегают, но там рвут тебе сразу букетами, охапками, где бы ты ни шла. Они все, так они тебя любят. Ты как так? Что ты, ты только, даже пол слова начинаешь говорить, они тут же уже бегут и исполняют это. Как ты достигла такого? Может быть, ты знаешь какие-то заклинания? И Драупаде улыбалась. Может быть, это какое-то сильное колдунство? Нет. Может быть, ты знаешь какие-то движения? Может быть, ты умеешь пользоваться косметикой и парфюмерией? Может быть, ты умеешь так двигаться и одеваться, что ты обольщаешь их, и они ради тебя? И Драупаде сказала, ты так глупа, а ты что думаешь, ты оскорбляешь меня на самом деле? А еще она сказала, может быть, ты какие-то зелья и молитвы хитрые, тантры используешь, что ты так привязала их к себе? Драупаде сказала, ты оскорбляешь даже меня. Я ничего из этого не принимаю. И она начала перечислять то, почему пандавы так верны и так слушаются ее, что готовы исполнить. И она начинает говорить, я всегда исполняю любое желание и любую прихоть своих мужей. Я никогда не критикую их мать, более того, я всегда прославляю ее и становлюсь нижайшей служанкой их матери. Я никогда не смеюсь громко, никогда без их разрешения не одеваюсь каким-то образом, как им не нравится. Я никогда себя не веду так, как им не нравится. Я не хожу и не общаюсь с теми, с кем бы они не хотели, чтобы я общалась. И она начала перечислять. Я нахожусь в таком положении, которое полностью бы удовлетворяло моих мужей. И поэтому они чувствуют себя в долгу передо мной. И это единственная причина, по которой они хотят что-то сделать для меня. Потому что я полностью зависим от них. Итак, это настроение служить, настроение служения, слуги. Вы знаете, родители все нам служат. Мы никогда не служим родителям. Мы как боги для родителей. Дети – это боги родителей. И родители всегда молятся на своих детей, о своих детях молятся. Они все, так сказать, им отдают, все о них думают. Они всегда думают о детях, падают перед ним ниц, становятся слугами детей и так далее. Дети – все, все на детях сконцентрируется. Таким образом, точно так же и здесь, в этой ситуации. Пандамам очень нравилось, что Драупадзе, нисколько, что им так служит, их очень восхищало. Когда они видели, как она прославляет и как она служит их матери. Ни разу она не критикнула. Ни разу. Если уж она что-то говорила, то это были слова прославления. То есть, срабатывал этот принцип. Даша, Даша, Ану, Даша, Га. И таким образом, Парупадзе говорит, он такой простой пример приводит. Чтобы объясниться в любви господину, нужно полюбить его собаку. Парупадзе подчеркивает этот момент. И здесь еще раз в комментарии, он ссылается уже не на себя, не на писание. Он говорит, Шри Чайтане Махапрабху учил, что чистый преданный должен всегда считать себя нижайшим слугой слуги, слуги Верховного Господа. То есть, такое настроение и является признаком очищения, то есть, чистоты. Но вот это непосредственно, когда человек непосредственно пытается, это указывает на то, что в его сердце сохраняется желание кармы, гены и йоги. Что он нечист. То есть, чистота ведет к тому, что он слуга, слуги, слуги. Нечистота ведет к тому, что он стремится стать непосредственным. В непосредственное общение вступает. Он пытается это сделать. Этого невозможно сделать. Но он все равно пытается это сделать. Как позавчера на лекции я объяснял, есть такое понятие, русский сленг, такое понятие есть, ломиться вперед. Вот вы когда-нибудь на остановке видели людей, которые ломятся в автобус? Им плевать, кто там. Старики, старухи, они ломятся. Они всех распихивают и они ломятся. Как люди там в самолет, у всех билеты есть, все влезут. И как люди ломятся на хорошие места. Вы видели? В самолете все улетят. Ладно, в автобусе не все уедут, и то все ломятся. Потому что не все уедут, могут не все влезть. Ломятся со страшной силой. Куча там. На работу опаздывают, надо туда опаздывать, сюда опаздывать, мне надо срочно уехать. И люди ломятся. В поездах люди ломятся. В очередях есть такие люди, которые ломятся без очереди. И им чихать на все. И также в духовной жизни есть такие, которые ломятся всегда вперед. И я приводил этот пример для того, чтобы вы почувствовали, когда вы видите человека, который ломится вот так вот. Вас отпихивает и вперед ломится. Какое чувство у вас? Какие ассоциации рождаются? Положительные или отрицательные? Вы простояли два часа в очереди. Кто-то раз забегает, раз у вас так пихунется, он встает. Как вы чувствуете себя? А вы спрашиваете, кто последний? Там кто-то последний говорит, я, я за вами. Пожалуйста, я за вами. Хорошо. Такая очередь большая. Вы говорите, кто крайний? Кто последний? Кто нижайший? Кто самый последний? И Господь читает, они говорят, гопи партур падакам лайор даса даса. То есть мы становимся еще более последними, чем тот, кто был последним. Представляете? Точно так же в духовной жизни, когда мы видим людей, или тот, кто на самом деле продвинут, предны. Когда сердце его очистилось, он также, он испытывает эту неприязнь, а он видит, что эти люди неквалифицированы. Что эти люди просто нечисты. Нечисты. Поэтому они ломятся вперед. Они ломятся, они говорят такие странные слова. Вы знаете, те, кто ломятся, у них всегда есть философия. Очень четкая, очень такая логичная. Почему они ломятся вперед? Но всем они не нравятся. Нормальным людям не нравится никто. И можно видеть, как какие-то люди всегда пропускают вперед. Всегда пропускают. Говорят, пожалуйста, проходите. Там ребятишек пропускают, стариков, старух. Мы можем видеть, как в автобусе там или где-то место уступает кто-то, да? Место уступает. Они делают вид, что он спит. Блин, старики тут стоят, надо спать. Будут делать вид, что сплю. Блин, забодали. Запарили. Будет спать. Или в окно смотреть будет. Тут старуха стоит, будет в окно смотреть. Скажет, уступи место, а глухим прикидывается. Кому нравятся такие люди? Поднимите руку, которые ломятся. Но среди вас есть такие, которые ломятся. Видите, вам не нравятся люди, которые ломятся, потому что вам охота ломиться. Они ломятся вперед меня. Поэтому говорится, что такое сражение, когда все ломятся, ладно, один ломится, но когда такая шайка ломится, и они там между собой с этими, так сказать, воюют. В Бхагово там говорится, что ломятся, так сказать, и ругаются между собой только те, у кого равное вожделение. Это все признаки нечистоты. Ломиться на даршины, ломиться куда-то к гуру, там непосредственное общение, ломиться везде, ломиться к инициациям, ломиться, так сказать, к алтарю, ломиться, так сказать, к кому угодно. Знаете, иногда в билетах указывается место. Вы просто по местам рассаживаете все. И очень часто в кино можно это заметить. Как кто-то говорит, да это наши места. Да ладно, что вы там, садитесь вон там, вон там свободно. С какого стати мы должны, вот у нас это наши места. Короче, давай, давай отсюда. Вы слышали, да, в кино бывает так. Сядут и все. Они знают, что это не их место. Но поскольку оно более лучшее, они садятся на него в наглую и сидят. И там их палкой не отгонишь. Вот я для чего все эти аналогии привожу? Что в духовной жизни точно так же. Есть люди, которые пытаются занять место ваше. Пытаются занять. Когда вы говорите, что это ваше место, вот по праву, они не хотят вам его уступать. Они не хотят. А есть те, которые без билета вообще ломятся. Зайчики такие. Есть разные люди. И в духовной жизни точно так же все. Поэтому говорится, что можно сразу видеть человека, насколько он продвинут, насколько он чист. Ломится ли он? Или пропускает вперед? То есть служит тем людям. И в шастрах, в Бхагаватам говорится, что вайшнава – это тот, кто принимает неудобства ради удобства других. Вайшнава – это тот, кто принимает неудобства ради удобства других. Итак, это очень важный момент этики. А этика – результат практики, основанной на философии. И тогда, когда наше сердце очищается, мы перестаем ломиться в авторитеты. Ломиться там во все. Знаете, там на Махата у них три человека. И кто-то все равно ломится быть самым главным. Прямо ломится, как в автобус. Как в трамвай. Всех распихивает. И он хочет быть авторитетом. И я, так сказать, директор футфул лайфа. Я все знаю. Я, так сказать, лучшая. Я там... Но на самом деле, вы просто нечисты. И те, кто на самом деле квалифицированы, вы не думайте, что здесь нет, раз это Иркутск, здесь нет квалифицированных людей. Здесь есть квалифицированные люди, которые никогда не ломятся. Ни к Махараджам, ни к алтарю. Чтобы все впереди стоять всех. Есть люди, которые не будут ломиться ни на какие должности. Не будут ломиться. Кого-то там говорит, что я, так сказать, я, так сказать, более достоин этого положения. Так это... Еще так скажут косвенно. Косвенно. Знаете, как косвенно? Типа, я бы мог, конечно, сделать лучше, но вот там эта морда, блин, уже заняла место. Итак, это очень важный момент продвинутости человека. Даже поэтому можно определить. Среди студентов также мы можем видеть, как кто-нибудь ломится всегда в лидеры. Если вы его лидером не выберете, то тот, кто будет избран помимо него, он будет постоянно атакован критикой этого человека. Постоянно издевками разными, подколками и так далее. И вы выбираете лидера, тот, который ломится всегда вперед. И в начале духовной жизни, практически в первые годы, всех тех, кто ломится, их пропускают туда, куда они ломятся. Почему? Потому что они попадают в общество уже продвинутых преданных. Поэтому продвинутый человек, вы знаете, как вот в трамвае, он уступает место, он пропускает вперед тех, кто ломится, как сайгаки. Они ломятся, они хотят быть авторитетами, они спорят там-там. И он говорит, ну, конечно, пожалуйста. Будь главным, несомненно. И люди косвенно ломятся. Они говорят, если б я был директором в Фудфумане, я бы, ух, я бы завернул. Я был бы строгий, но справедливый, как Лаврентий Палыч, или даже как Иосиф Виссарионович. Земля крестьянам, фабрики рабочим. Потом, когда вы им так на это указываете, они говорят, ой, что ты меня заколбасила. Всегда есть те, кто косвенно ломится к авторитетству, ко всему. И когда вы ставите человека в авторитетное положение, он такой, ну, что вы, что вы, не надо меня фотографировать, не надо цветы, не надо мне это делать. Да что вы, что вы. Попробуйте, не дайте. Все это так. Глазом сверху таращится это все так. На самом деле это все цирк. Они ломятся. Еще как. Они ломятся в эти авторитеты. И потом их распирать начинает. Для чего они ломятся? Что они сделали? Представьте, вы в трамвае заняли лучшее место. И что? Трамваю стало лучше от этого? Или тому обществу, которое, так сказать, тоже в трамвае, как-то они рады, что вы нас заняли. Вы как-то все радуются прямо. Кричат, джай, все-таки он вломился. Молодец. И его прославляют. Ломись, так сказать, дальше. Давай, так сказать. И все. Совместное ломление, так сказать. Все осуждают. И осуждают люди те, которые тоже ломились особенно. Они очень сильно осуждают. А сострадают и снисходительно ведут себя те, кто их пропустил туда. Ну, пусть ломятся, ничего. Скоро они поймут, куда они вломились. Скоро они поймут. Поэтому вчера я тоже упоминал, как в Библии говорится. И первые станут последними. А последние первыми. А последние первыми. Все в духовной жизни так перевернуто. И когда мы приходим в духовную организацию, что те, кто были первыми там в кармической жизни, здесь они кем становятся? И они очень недовольны. И они начинают что делать? Ломиться. Они начинают ломиться, не понимая вот этих духовных, скрытых от них совершенно ценностей. Они считают, что их образование, что они там вот такие, что они там... Да я могу там к проектору забежать, быстро договориться. Да я, да там эти вообще, так сказать, они овцы. А я, так сказать, там... Да что я там? Мух, я туда, я сюда, да я там вот такой. И они начинают свой, так сказать, материальный талант тут показывать, демонстрировать. Им кажется, что они продвинуты. Но здесь говорится, что продвинутость начинается с того момента, когда человек становится нижайшим слугой слуги, слуги и всех остальных слуг. Бхакститан Сарасвати, духовный учитель Шрила Прабхупады пишет, через много... Через многие годы очищения в процессе преданного служения, через многие годы очищения в процессе преданного служения, это то есть, когда человек в храме живет даже, живет в храме. Он, так сказать, отказался от всех благ. Он повторяет джапу, встает, мангалаарать. Тяжелый такой, садхана тяжелый. Очень серьезно. Через многие годы, через многие годы очищения в преданном служении, человек вдруг в какой-то момент либо из сердца, либо от окружающих узнает, что он полностью бесполезен. И что он еще даже ни разу не приступал к преданному служению. И тогда, поскольку он очистился, он узнает об этом либо изнутри, из сердца, либо от других, от более старших преданных. И тогда, говорится, в его сердце начинает господствовать смирение. И он начинает восхищаться теми, кому удается совершать преданное служение для удовлетворения Гуру и Кришне. И он стремится стать их нижайшим слугой. С этого момента человек начинает свое преданное служение Кришне. Так описывает Бхактистан Царасвати. С какого момента можно считать, что человек начал заниматься преданным служением? Когда он становится нижайшим слугой того, кому удается служить. До этого момента все это был процесс очищения, чтобы он понял, что он бесполезный. Пока человек не оценит тех, кто уже способен удовлетворить Гуру и Кришну, он не чист. И он не является преданным. Пока он не оценил служение преданных, кому удается удовлетворить духовного учителя. Мы сейчас здесь сидим, и я вижу многих, я многих знаю, и они никогда не служили тем, кто в большей степени удовлетворяет их духовных учителей. редкий случай можно увидеть такого преданного, который это осознает, и он ищет прибежище. Он начинает, правда, становится смиренным слугой такой личности, который удается удовлетворять духовного учителя. Это означает, что человек очистился. И Бакстан Сарасвати подчеркивает, через многие годы очищения в преданном служении, то есть через многие годы такое понимание только приходит, что я бесполезен, что все, что я тут что-то из себя выпендривал, это чистота, означает, что в сердце чистота появляется. Все, что я выпендривал здесь, выпендривался, я такой клоун оказался, «Е-мое, Боже мой, как же меня-то занесло вообще? Столько лет я просто из себя что-то тут изображал». Это приходит правдивость, последняя нога религии, говорится. И тогда, говорится, в сердце преданного воцаряется господство смирения. И поэтому Кришна позволяет, Он дает это видение через духовного учителя, когда такой ученик, он начинает видеть, как служат другие, что другие куда более полезны, он начинает различать, кто удовлетворяет гуру, а кто нет. И когда он видит этих великих, он начинает считать их очень возвышенными, он с ним раньше их вообще ни за кого не считал, критиковал их, что-то еще. И вдруг он начинает видеть их могущество, что они-то, оказывается, не притворяются, они уже достигли такой стадии, что духовный учитель, духовный учитель или авторитет ими доволен, и он начинает искать их милости, он становится слугой, но уже не ваш, не лидер какого-то, не гуру, он становится слугой тех, кому удается удовлетворить вас. И он служит, говорится, самозабвенно таким личностям, самозабвенно. И когда духовный учитель или лидер видит это, тогда он обращает внимание на такого предного, и он начинает поощрять это. он вызывает такого предного, он говорит, я бы хотел с тобой пообщаться, и он ничего не может понять, да нет, как-то я, надо спросить разрешение там, говорит, не надо, он мой слуга, я бы хотел тебя видеть, ну что-ка, и предный не может понять, почему это вдруг авторитет или лидер или духовный учитель или сам Кришна вас позвал, он вас позвал просто в виде, как вы служите его слугам. Как вы служите его слугам. Точно так же, как пандавы, они всегда обращали внимание и любили Драупаде за то, что они видели, как она служит их матери. А мать служила кому? Пандавам. Она своим детям служила. И служила как? В сознании Кришны. Она служила своим детям в полном сознании Кришны. Но дети, они как бы не считали ее чистой предной. Это же мама. Маму чистой предной считать, ну это как-то... Итак, этот важный фактор духовного прогресса, когда человек не ломится куда-то, а просто смиренно служит тем, кому уже удалось. Это говорится, что он очистился. Так лидеры видят, кто очистился, а кто не очистился. Как люди ломятся к этим инициациям, к первым, ко вторым, они нечисты. И мы знаем все их поведение, мы знаем, чем они занимаются и как, и они ломятся. Они просто ломятся. И в окружении, и среди окружения они не завоевывают никогда авторитет. Потому что никто не любит этих людей, которые ломятся. простые преданные просто их прекращают уважать, а продвинутые преданные сострадают им и желают им добра. Просто они сострадают им. знаете, как больной человек. Некоторым он неприятен. И они хотят, фу, он ушел. Некоторым все равно. Говорят, ну что, некоторые просто хотят ему добра, а некоторые испытывают чувство сострадания. Чувство сострадания, лишенного мирской сентиментальности. Чем более продвинут преданный, тем больше в его сердце сострадания к тем, кто ломится. К тем, кто неудачлив. Больше сострадания к тем, кто не способен. Они больше нуждаются в помощи, в заботе, в любви, внимании и так далее. Итак, прогресс зависит от многих факторов. И поведение предного также указывает на то, насколько он продвинут. Кому он служит, как он служит, кому он как относится и так далее. Кришна поясняет это в Бхагалагите. Когда Арджуна спрашивает, как узнать продвинутого, что говорит, что делает, как ходит, о чем думает он, что преследует, какие цели, как вообще увидеть. И Кришна поясняет. Поведение, действия, слова, как вообще ведет себя такая личность. Итак, мой дед Махараджа Прохлада единственный, кто знает, в чем заключается истинное благо. Когда Господь Нарасимха Дева, убив Хирания Кашипу отца Прохлады, хотел отдать Прохладе отцовское царство, и даже готов был даровать ему освобождение из материального плена, Прохлада отказался и от того, и от другого. Он понимал, что освобождение мирские богатства препятствует предному служению, а значит, эти дары Верховного Господа нельзя считать его истинной милостью. Поэтому Махараджа Прохлада отринул плоды кармы и гьяны и молил Нарасимха Деву только об одном, позволить ему стать слугой слуги Господа. Вот эти все карми, они и ломятся. Гьяни, карми, это говорит о том, что они ломятся к этому положению. Поэтому Господь Чейданин сказал, что чистый, предный, он всегда становится нижайшим слугой, слуги, слуги и всех. Он видит, кто слуга. Это не значит, что он там, как вот некоторые пытаются, неофиты, когда они наслушаются этого, они, ну сейчас я буду нижайшим, смиреннейшим слугой. И они какого-то, так сказать, абсолютно неквалифицированного человека, который сам не... Кто такой слуга? Вы должны стать слугой слуги. Значит, тот человек слуга, слугой, можно назвать только того, кто слуга, слуги, слуги. То есть, каких-то полезных преданных, которые полезны и дальше, дальше. А не то, что вы, так сказать, просто выбираете здесь кого-то, кто вам нравится, так сказать, и начинаете, так сказать, перед ним, так сказать, кланяться, тут все, биться головой. Нет. Здесь говорится нижайшим слугой слуги, слуги. У них уже должно быть это реализовано, что они слуги. То есть, это люди, которые очистились, оценили служение тех, кто полезен и служит им. Вот он слуга. Вы должны служить тому, кто ценит такого человека. Раз вы это увидели, значит, вы становитесь слугой. Значит, кто-то, увидев, как вы, он очистился и видит, как вы служите тому, кто полезен, значит, вы тоже слуга. Он будет служить вам. А не так, чтобы прямо все тут, так сказать, слуги. Нет. Стать слугой. Поэтому я процитировал вам, как Бхатистан Сарасвати говорил. Только с этого момента человек начинает совершать преданное служение, как слуга. когда он начинает оценивать служение тех, кто полезен и кому удается удовлетворить духовного учителя. И он ищет их милости. Он прославляет и ищет их милости и становится их нижайшим слугой. С этого момента начинается его преданное служение, как слуги. Харе Кришна. Вот что такое духовная жизнь. Поэтому не надо себе выдумывать что-то, что-то себя оправдывать как-то. Все это признаки нечистоты, вожделения. Можно тут глазки домиком сделать, задуматься и продолжить опять так же действовать. Поэтому Парупада всегда просил нас, чтобы мы внимательно повторяли святое имя, чтобы мы стремились служить, говорится вайшнава сева даже выше нама киртаны. Вайшнава сева выше нама киртаны. А выше вайшнава севы садху санга общение. Потому что только в общении мы можем это узнать, что надо каково положение вайшнавов, что служить им это значит стать смиренными слугами, стирать в шастрах в Бхагава там говорится, что даже если вы стираете одежду слуге, слуги, слуги, то есть преданным, настоящим преданным, потому что он слугой стал слугей, слугей, если вы даже стираете одежду такой личности, то вы получаете особую милость Кришны. Кришна вами очень доволен, что вы просто стираете ему одежду. Если вы ни черта не можете, больше, вы просто стираете ему одежду и Кришна очень доволен так описывается если вы не можете там как-то помогать ему распространять книги проповедовать ну как-то ни в чем не квалифицировано тогда просто стирать ему одежду кормить ему и смотрите там даже есть говорится просто даже кормить или смотреть как кушает он это уже это уже великое 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 благословление потому что ртом таких личностей вкушает сам кто кришна ртом брамана вкушает кришна брамана это те кто поклоняется вишну браманы знатоки священных писаний это браманы пандиты это не чистые браманы и самый чистый браман это браман вайшнав слуга слуги господа это вайшнавы то есть это более чистое положение из всех существующих не то что он там такой важный там со своей идеей когда мне рассказывали как один преданный из одного города из города энска он даже не инициирован еще но по воле так сказать случая он стал авторитетом в этом городе и как-то туда приехал один браман и браман видя как там он управляет стал делать ему кое-какие замечания стал говорить ему что и он стал говорить да вы не понимаете он стал говорить Браману это. Да вы не понимаете, да вы так с Крышну скрываете. Надо прямо делать. Он стал так высказывать, как надо делать. Он стал говорить, как надо делать. Это называется оскорбительное настроение. Это оскорбление. Он стал наставлять этого Брамана. Учить его, как надо где-то делать. Но поскольку тот Брамана смиренный, он видит, что этот ломится, он уступил. И не стал спорить даже. Он сказал, да, да, ну пусть так. И мне об этом рассказал только через полгода. Я бы давно разгромил там всю эту компанию. Но что у меня очень сильное желание есть до сих пор. Если они не поймут, то надо будет это все распустить. Когда носки связаны не по размеру, их распускают. Знаете, да? так дергают и и нет носка. Опять клубок шерсти. Потому что их заносит немножко. Они лидеры же. Мне кажется, что они очень смиренно ломятся. Есть такие, которые очень смиренно ломятся. Они так просачиваются. Знаете, есть ломятся так, а есть такие юркие. Вроде как бы только так, кстати, за перила держат. Вроде и не помешал. Между ног. И вроде никого не пихнул, не толкнул. Но уже все, вломился. сидит. Есть даже такие, которые так ломятся. Очень технично. Никому не помешали. Никто. Вот даже не прикоснулись никому. Есть те, которые прут вообще танком. Знаете, там ругаются. А это даже с милой улыбкой. Хоба, 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 хоба. Раз, он перепрыгнул. Все. Сидит. Я самый главный. И все. Ну, за юркость такову. Уважаем его. Нас научи так, а? Ну, таких пронырливых. Это называется пронырливость. В народе, в русском языке, это называется проныра. Знаете, да? Вот это пронырливые. То есть, они так, прямо вот, как вот, извиняюсь за выражение, без мыла прямо. Без вазелина и без мыла пролезут в ушко игольное. и без выражения. Продолжение следует...